Всем привет! Сегодня у меня настроение не очень хорошее после выхода с Эльдорадо. Своего и так и не добился, потому что этот магазин своего не упустит. В двух словах, жене фен нужен был. Так как у меня с прошлой покупки, которую я думаю вы видели, осталась подарунковая карточка на 525 гривен, которую подарили в этом же Эльдорадо. И еще положили бонус на 1700 гривен на другую карточку. Вот. И я пришел, говорю, так и так, давайте купим. То есть 525 я заплачу, а остальное я с этой карточки бонусной сниму. Ну типа 525 карточка подарунковая, которая есть. Ну, короче, от этого не получилось. Говорят, что описано. Ну, то есть и дальше вы смотрите уже на видео всю эту историю, как это все продолжалось, как директор подошел, какой-то человек непонятный, в виде охранника, запрещал снимать, бегал там, что-то прыгал. Ну и потом за мной там вышло три таких здоровых дядька. Так все, не знаю, но я быстренько ушел. Не хотел задерживаться. Так что такие дела. Мы опять возвращаемся к тому, и что, смотрите, у меня есть две карточки, дайте, пожалуйста, мне карточки. Вот ваши карточки. А, я говорю. Дивица, когда я покупал телевизор, мне дали вот эту карточку, сказали, что ее можно обменять на наличное. Заплатить гривну, и 524 гривны мне вернут. Правильно? Мне вот дают сейчас 524 гривны, правильно я понимаю, на наличном? Я даю вот эту карточку и доплачиваю 300 гривен. Нет. Почему? Это не на наличное получается, а на гривне. Хорошо. Вы можете оплатить товар. Это подарочная карточка. 500. Стоимость товара 700 с чем-то. 500. А стоит 200 тонн с копейками. Здесь у меня есть 1700 гривен. Я даю эту и доплачиваю. То есть, вот с этой суммы, с этой карточки нельзя превышать половину стоимости товара. Я не превышаю. Вот я хочу вот так оплатить. У вас остается наличное 300 гривен, да? Допустим. Вы с этой карточки можете снять на 150 гривен. 150 доплачивать наличное. Почему? Ну, потому что эта карточка 50 тонн. Вот эта карточка, которую мне подарили, и ее стоимость 525 гривен. Стоимость вот этого товара 770 гривен. Я переплачиваю 500, остается 200. Я заплачил вот этой. Стоимость 50% товара не превысила. с этой карточкой. Света, да? Хорошо. Хорошо. А потом, не потом. Я понял. Две карточки, а потом чеки. А вы две снышки. Мне об этом никто не говорил, и сейчас я пришел и не хочу сделать так. Я не делаю, правильно? Здесь вам надо выбрать. Смотрите, объяснение, послушайте, объяснение, когда мне дарили эту карточку, такого не было. Была стоимость вот этой карточки 1700 гривен. Правильно? 1700. Осталось. Сказали, что ты можешь покупать товар, чтобы не превышало 50% стоимости товара. Вот здесь, например, 700 и 350 я должен заплатить по-любому наличному. Ну, как, заплатить карточку? Правильно? Вот хорошо, что вы запомнили меня, уже знаете, как мне зло. Уже хорошо, отлично. Вам не важно два чека? Две карточки, да? В одном еще. Нет. Данные условия, они указаны на сайте. Можно либо одну карточку, либо другую карточку. Давайте того продавца, который мне продавал, который мне объяснял по поводу подарочной карточки, которую он мне дарил и кидал 1700 гривен сюда. Правильно? Вот. Он тогда такого не было. Сказал, что берешь, покупаешь товар, не больше 50%, оно сейчас не больше 50%. Да. Значит, я вот 525 плюс 200 гривен этой карточки. Какой еще снялся? В две карточки они в счет не идут. Почему? Не было объяснений. Это условия. Не знаю, я такого условия мне не объяснялся. В LDI можно полностью прочитать все условия. Максим, давайте, пожалуйста, я вам говорю, что объяснения этому не было. Будьте любезны, сейчас мне. Посчитайте, вот этот товар, вот этот товар, вот эта карточка 525 плюс эта карточка, которую я снимаю. Ну все. Я не хочу, вот понимаете, опять начинается та же самая история, что по телевизору. Вы тогда согласились. Сейчас вы тоже согласитесь, потому что это неправильно. Так мне объясняли, так должно быть. Вот. Этот товар 770 гривен, он не превышает 50% стоимости, не превышает. Эта карточка, и вот у меня подарунковая, АК 525 тоже. Пожалуйста. Рассчитайте. Где карточки на одном счете нет? Об этом информации не было. Об этом вы можете на сайте нашем, Эльда ЮАИ, на патчетах. Не хочу на ваш сайт заходить, потому что там сегодня неправильная информация. Почему? Об этом не было информации, когда мне ее отдавали, дарили. Мне этот человек, который вот тот телевизор, он вообще сказал, что эту карточку можно обменять на гривны. Доплатить гривну, дать в кассу, и забрать 524 гривны, если вы не хотите ничего здесь покупать. Вам такое продавец? Да. Я говорю, что 1 гривну доплачу. О, вот и продавец. Стоимость 1 гривна. У нас все продавцы знают прекрасно на все условия. 525 гривен подарочная карточка. Если мы пока мы стоим 526 гривен, мы доплачиваем 1 гривну. Правильно. 525 гривен. Смотрите, вот товар 770. И на этой карточке, соответственно, положили можно. Посмотрите, положили мне сейчас, 1700 гривен. Девушка, я должен покупать товар, не превышая половины стоимости. Снимается с АТК. Нет? Нет, нет. Это такая есть информация. Найдите мне, пожалуйста, покажите, что есть такая информация. Я не могу доходить от кассы, потому что отойди от вас. Я вам такое сейчас завершаю. Смотрите, эту информацию мы сейчас откроем. но конфликты, но конфликты, это не так. Самое главное, что все помнят, знают, короче, и все равно делают так, как... И опять парят мне вот эти, блин, ваши непонятные эти страховки. Какие страховки? Ну вот такие. Вот такие страховки. Вот такие. Руслан, мы тогда с вами последний раз, когда с вами общались, вы не пришли к кому-то определенному решению. Правильно я вас сказал? Хорошо. Нет, решение было хорошее. Спасибо, все хорошо работало. все правильно. Если мне есть возможность, дай мне. Ну хорошо, найдите мне информацию, где написано, что две карточки не суммируются, я оплачу. истопие. Потому что рассказывают одно, понимаете, когда начинают продавать, вот эту карточку дарили, сказали вообще, можно ее наличкой забирать. Да, ну нет у нас такого, у нас все продавцы знают. Он мне это говорил. Потому что я говорил, что я возможно сюда не приду ничего. Он говорит, ты можешь дать эту карточку, человек придет, вообще деньги заберет, можно ее подарить. Не обязательно брать что-то в Альдорадо. Было такое. И по этой карточке не превышая половины стоимости. Я не превышаю половины стоимости. То, что две карточки подарочные на Кривыкова, они не пересекаются в одном счете. Здесь указано так. Накопленные бонусами на карте можно оплатить до 50% стоимости товара. Основную часть стоимости товара должна быть оплачена наличными деньгами либо банковской карточкой. Не, ребяточки, ну это же не то. Смотрите, ну нигде же написано, что вот это считается, это мои деньги. Она идет с двумя лентами. То бишь, первая, подождите, я объясню просто, это именно так, чтобы не было вопросов. Первое, может быть банковская карточка, то бишь, можно открыть здесь кредитные линейки, либо там сбережения, бла-бла-бла-бла, да, здесь будут, выложите деньги, там, там, депозиты, и тому подобное. Это первый момент. Второй момент, она идет, как накопительная карточка, потому что, любая совершенная покупка, в нашей сети на карточку зачисляется 3% от стоимости товара, да, деньги активны через 2 недели, действительно 180 дней. 180 дней, именно вы можете оплатить 50% стоимость товара. Все, то бишь, вы с этой карточки можно 50%, вот стоимость 500 гривен, здесь 50% с этой карточки сняли, да, бонусную, хорошо, мы к этой давайте вернемся. Это подарочная карточка, сейчас это подарочная карточка. Это я понял, я не превышаю 50% стоимости товара, правильно? Да. То есть, образа говоря, даже сейчас я могу заплатить с этой суммы, 770 или там 670, половину с этой карточки, с этой снять, да, с этой снять сумму, и еще она у меня останется там на 300 гривен. Не в одном чеке, не в одном чеке, что две карточки. Вот найдите, если будет такое, что не в одном чеке, нельзя их две вместе снести. Вот эта карточка, это я подарил вот кому-то, кто-то пришел, и рассчитывается, у него есть своя, он себе прокатал, и это как деньги, как подарок, ну, оно то же самое, что деньги. Вы говорите сейчас с другой. Если Вы найдете меня, я же сказал, находите где написано, в одном чеке нельзя две эти карточки, тогда нет, тогда базара нет. Что про эту подарочную пишут вообще? Есть там у Вас какой-то раздел? Мы можем следить здесь. Вот я пока сейчас информацию о подарочной карточке, то, что у нас преимущество и возможность подарочной карточки для покупки. Так, подарочную карту Вы можете поздравить своих близких друзей с важной датой. Ну, хорошо, предупредив подарок, карту, в интернете время на выбор доставку подарка. Карта принимает к оплате в отдельных данных для Турли Украины. Согласен. Карты можно осчитать сообщение до дня актива. Согласен. Тоже карткой можно оплатить несколько покупок. Вот, хорошо дальше. Утерянные карты не установлены, понятно. Подарочную карту можно привезти в умолокзинец сети. Также в нашей сети можно привезти корпоративную подарочную. Но корпоративно меня не интересует. Это нет. Все, я с этим всем согласен. Но нету нигде информации, что две карточки не сумерутся. Ну, извините, но максимум. Мы все только делаем, вы знаете, по закону. Не написано, значит, что не запрещено, то разрешено. Нет, можно еще по-другому. Не, не, не. Можно сделать разрешено. Тут именно так, понимаете, что не запрещено, то разрешено. Давайте я пойду, чтобы не тратить время, заплатили, рассчитались, все. Потом-то вы своим там кому-то, Эльдорадо, допускай, платите, сам лично замену. Ну, это же меня уже не интересует. Ну, честно. Максим, давайте, чтобы не было опять вот этих вот долгих вызовов милиции, друзей и тому подобное. Чтобы опять не было кипиша, потому что, вы знаете, что я без товара не уйду из этой финии. Ну, серьезно. В данной ситуации, в данной ситуации. Смотрите, я спорю, когда я только прав. Если вы мне находите эту надпись, что две карточки не суммируются, не вопрос. Я сразу оплачиваю и ухожу. Вот, в любом случае, пока вы это не покажете мне, значит, тогда я прав. Соответственно, вот, две карточки, я же не то, что там на шару хочу забрать или еще. Все только по закону. Ну, как-то так вот я проявил, понимаете. Все страдают, жена, ребенок, ну, опять вы будете в интернете. Как молодец. В смысле? Ну, чтоб все разрулили. Нет, там, где есть возможность, там говорится. Потому что на ваших коллег писали совсем плохо. Нет, ну, не надо наговаривать на моих коллег. Нет, я же ничего, я же только констатирую то, что было написано. если есть возможность и есть возможность. Максим, вы не найдете этого уже. Ну, если оно не написано на сайте, его уже нет информации. Ну, согласитесь со мной, что вы не тратите время. Я же информацию вам найду, а я же не от чего-то вы тоже не тратил. Ну, поймите, что если вы пришлете по факсу какую-то бумажку, не подтвержденную ничем, но это же не будет являться. Понимаете, есть сайт, есть это самое. Все, вы мне показали, там такого нет. Ну, не надо тратить время, серьезно. Эта карточка, она приравнивается как к наличке, как к этому. ну, это деньги, это подарочная, вот она, ну, за нее заплатили ЛВ, понимаете? Это идет как бонусная. Бонусная снимаю не больше 50%, с этой снимаю, остальную сумму. Все, тут, ну, еще она у меня остается. Дело в том, что я еще сделал. Она еще останется, не перескажешь ее карточку. Это директор был, да? Ну, позовите его, наверное, ему будут пытаться объяснить, я не знаю. Алло, Николай, я опять в Эльдорану. Да. Красиво. Короче, я решил купить на карточку там товары, они сейчас не хотят продавать. Не фонируется, они не могут. Ну, ладно, буквально 3 минуты, я подаю. Конечно, конечно, спасибо. по директору, да, можно с вами поговорить? Нет, проблема. можно с вами объяснить, или вам уже объяснили ситуацию? Добрый раз. Я, хорошо. Здравствуйте. Что вы делаете? Это мой товар, поставьте его, блин, морской. Что вы такое вообще? Вон его пробивают, отойдите. Никто не пробил. Так что вы хотите от меня? Отойдите отсюда. Чтобы мы убрали камеру на кассе. Отойдите. Кто вы такой? Представьтесь мне, пожалуйста. Какой охранник? Где написано, что вы охранник? А кто вообще такой? Вот это что такое? Кто вы такой? Дядя, иди отсюда, не кумарь меня, я тебя прошу. Тетя, не нервничай. Давай, иди, убери камеру. Уйди, пожалуйста. Я тебе объясняю. Я не на кассе уже, да? Не будете мне препятствовать?